Во Второзаконии есть один стих. Будь уверен, что твой грех найдет тебя. И с Адамом тоже не понадобилось долгое время, пока грех его нашел. И Адам услышал тот звук, что Бог прогуливается по Эдему. Что он делает? Он прячется. И снова подумайте об этом. Это история того, что происходит, когда грех входит в нашу жизнь. Мы прячемся от Бога. Вина изменяет нашу душу. Изменяет наши взаимоотношения. И мы переходим от дружбы к отдалению отчужденности. Мы видим, что отчужденность наступает между Богом и человеком. Также между мужчиной и мужчиной, мужчиной и женщиной. И между человеком и творением. Вопрос, который Бог задает Адаму, такой же вопрос задает Бог и нам сейчас. Он спрашивает, где ты? Это вопрос не для того, чтобы просто получить информацию. Это вопрос для того, чтобы ответчик должен сам себя описать. Понятно это? И Адам говорит, я спрятался. И он говорит только о внешних признаках, об очевидных моментах. Я был там. Я прятался. Но почему ты прятался? Ты же раньше не прятался. Потому что не было такой необходимости прятаться. И знаете, когда верующие начинают отступать, первое, что они делают, они начинают отдаляться от других верующих. Они чувствуют по-другому. Правда? Хорошо. Он говорит, я услышал твой голос, я спугался, потому что я не спрятался. Он говорит, я услышал твой голос, я спугался, потому что я нах. И как бы чувство вины у меня. Кто сказал тебе, что ты нах? Может быть, змей сказал? Нет, это также можно назвать риторическим вопросом. Это вопрос, который на самом деле не вытягивает определенный ответ. Адам сказал, мы ели от этого дерева, плод этого дерева. Понятно. И поэтому он знал, что он нах, не из-за того, что ему сказал кто-то. Но он понял это внутри себя. Он стал другим. Теперь он совсем по-другому воспринимал окружающий мир. И что же он говорит? Он говорит, то же, что большинство из нас говорят. Может быть, я сделал что-то неправильно. Но это не моя вина. Правда? Хорошо. И, кстати, это ее вина. Но на самом деле это твоя вина, Бог. Ты дал мне эту женщину. Я думаю, что до этого он был очень счастлив с своей женой. Но внезапно она плохой подарок. Ты дал ее. И посмотри, что она сделала со мной. Это одно дело, обвинять людей. Но чтобы обвинять Бога. Я встречал людей, которые обвиняют Бога. Обычно они не говорят, что вот, Бог меня заставил грешить. Но некоторых людей, которых встречал, они грешили. Верующие. И говорили мне. Ну, я пытался. Бог не помог мне. Если бы Он хотел, чтобы я стал лучше, то Он бы мне намного больше помог. Это вина Бога. Ошибка Бога. Я молился, я пытался. Кохелет говорит «Нет ничего нового под солнцем». Кохелет. Книга Экклезиаста. Кохелет или Книга Экклезиаста говорит «Нет ничего нового под солнцем». «Проповедник в Иерусалиме». «Ничего нет нового под солнцем». «Все здесь написано». Если бы мир, современный мир психологии и психиатрии действительно понимал духовные корни таких множества наших проблем, то мир бы стал намного лучше местом. Но так не работает. Такого нет. Поэтому Бог говорит «Хорошо, пойдем разбираться с женщиной, но к тебе мы еще возвратимся». Я поговорю с ней, но ты как друг, ты еще в центре тоже находишься. И женщина говорит «Это вина змея». И по крайней мере она сказала «Ну, он меня обманул и я ела этот плод». Она принимает некоторую часть вины. Адам говорил, что это вообще не моя вина. И по крайней мере женщина приняла часть вины. И поэтому Господь говорит змею «Больше проклятый, чем любое другое животное, будешь позать на земле, будешь есть прах все дни жизни твоей». И затем ключевая идея. Бог не был удивлен. Бог наш грех никогда не удивляет. Бог призвал Израиль быть его уникальным народом на земле. И никогда Бог не был удивлен их неудачей. Он приготовился к этому уже заранее. И Он все еще призывает их. Только подумайте о том, что Бог призвал нас. И также подумайте о том, как часто у нас была неудача. Но все равно Он призвал нас. И все, что мы бы не сделали, ничего Его не удивит. Может быть, это станет сюрпризом для нас. Бывало ли с вами такое, когда вы говорите, «О, как же я вообще мог такое сделать?» Это было в вас постоянно, всегда. И будет ненависть, вражда между тобой и женой, между твоим семенем и семенем жены. Это первое упоминание о семене. И семя ее поразит тебя в голову, а ты ужалишь его в пяту. Будет вечная вражда. Но также будет итог, завершение. То, что ты принесешь вред, принесешь ущерб божественному семени. Но в конечном итоге это божественное семя уничтожит тебя. И сразу после грехопадения Адама и Евы, Бог говорит, что в конечном итоге наступит победа, которая уничтожит змея и восстановит тебя в твоем первоначальном состоянии. Это называется проповедь. Евангелие. И, конечно, не вся информация Евангелия находится в этом отрывке. Но здесь это представлено в семени. И это семя, оно открывается, и оно прорастает во всем Писании. И мы получаем детали Божьего плана разрушения дьявола. Что же мы читаем в первом Писании Иоанна? Для этой цели был явлен Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И все это восходит к этому времени. И затем Он возвращается к женщине. И Он говорит, что в болях будешь рожать детей. И затем Он говорит, что вовлечение твоего мужа к твоему, и он будет господствовать над тобой. И в этом заключены две идеи. Первая идея в том, что у мужчины находится главенство. Вторая идея – это желание жены. Означает ли это просто желание жены по отношению к мужу? И в Иврите мы можем увидеть следующее. Что ее желание будет господствовать над Ним. Окей? Но Бог установил этот порядок. И я хотела бы сейчас уделить некоторое внимание идее духовной власти. И существует четыре сферы духовной власти, или четыре вида власти. Первая – это власть государства. Затем власть на работе. Власть в общине. И в семье. И они соотносятся друг с другом. Но они не одни и те же. И поэтому мы впервые можем увидеть этот вопрос о власти. И он появляется после возникновения греха в мире. Прежде чем грех вошел в мир. Не было никакой необходимости говорить о власти. О главенстве. Кто же принимает окончательное решение. Потому что если живут два совершенных, идеальных человека в идеальном мире. То такого вопроса просто не возникнет. И я верю, что между мужем и женой в семье руководство принадлежит мужу. Но как же мы можем это понимать? Я вижу очень много того, что я называю плохие идеи. Некоторые из этих плохих идей возникают из-за того, что мужчина пытается защитить свое эго. И я вижу, что происходит иногда в Америке. И немного более здесь. Когда эту идею власти неправильно понимают и неправильно используют. Например, какой-то парень, какие-то парни хотят жениться на Феррари. И превратить Феррари в Ладу. Вы понимаете, о чем я говорю? Мужчина смотрит на женщину. Она мне нравится, она красиво выглядит. Она умная. Она компетентная. У нее большой потенциал. Но оставайся дома, делай то, что я тебе говорю делать. Не делай все, что ты могла бы делать в этом мире. Потому что если ты будешь умнее, чем я, это станет угрозой для меня. Если ты заработаешь больше денег, чем я, я плохо себя буду чувствовать. Это происходит постоянно. И вот что я бы сказал. Женщины, станьте тем, кем вы можете быть. И мужчины, женитесь на том, на той, которая будет уважать вас. И хочет, чтобы вы стали тем, кем вы можете стать. И вот что я могу сказать мужчинам. Будьте достаточно большими для того, чтобы жениться на женщину с большим потенциалом и позволить ей использовать это. Как это? Потому что, видите, вот это дело. И вот что происходит, когда два человека в взаимоотношениях или в бизнесе. Должен быть кто-то, кто принимает окончательное решение. Существуют определенные различия в ролях. Но что мы должны как верующие делать? Для чего Иешуа пришел восстановить нас? Чтобы восстановить нас в таком же состоянии до нашего грехопадения. До греха не было проблем с властью. Поэтому муж и жена должны работать как команда. Они должны быть едиными, должны быть равными. Это очень трудная концепция, которую нужно понять. Концепция равенства с руководством. Но это так должно быть. Это понятно. Затем он возвращается снова к мужу. Сколько ты послушался голоса твоей жены, то проклята земля из-за тебя. И как подумаете, до этого твоя определенная работа, которая... И то, что ты делала, работа — это не проклятие. Соверно, это понятно. Работа — это благословение. Работа — это то, что Бог дает нам для придания нашей жизни важности, значительности. Если бы мы не смогли работать, то где можно найти важность нашей жизни? Мы можем думать, что некоторые виды работ — это проклятие. И поэтому в определенном смысле на работу наложено некоторое проклятие в трудностях. Но в первоначальном смысле Бог создал работу. И мы должны работать, которое достаточно бросает нам вызова. И в процессе которой мы используем свои физиологические, умственные, психологические возможности. И очень важно, чтобы мы находили удовлетворенность в ней. И это каждый хочет от своей работы. Но не так легко найти ее. Но все равно это есть идеал. И Бог говорит, что теперь даже природа в природе не будет все так легко. И она не будет с вами сотрудничать. И вы должны будете работать с ней, приручать. И в конечном итоге, когда ты умрешь, ты станешь удобрением. Вот наш конец. Мы станем удобрением. Для коров. И коровы будут кушать все, что останется. И будут кормить кого-то другого. И в 21 стихе. Очень важный стих. У нас есть очень много различных способов скрытия нашей греховности. И человек создал различные религии для того, чтобы снять, помочь избавиться от этого чувства вины. Для того, чтобы как-то преодолеть это отделение от Бога. Но Бог говорит, что есть только один способ. Он говорит, что невинную жизнь нужно принести в жертву. И это покроет твою виновную жизнь. Это тоже нам указывает на нечто. Что мы заслуживаем смерти. И в тот день, когда ты будешь кушать, смерть войдет в твою жизнь. Но Бог своей милости покрывает это. Мы не можем покрыть это. И единственный способ, как можно покрыть это, когда мы признаем, что мы должны были умереть. Но Бог по милости позволил мне быть покрытым. И снова этот стих говорит о семени. И семени, которая растет, вырастает в целую систему жертвоприношений. Алтарь в храме и все необходимые жертвоприношения. И в конечном итоге жертвоприношения Иешуа. Затем Господь Бог говорит, вот теперь человек стал такой, как один из нас, лучше нам его выслать из Эдема. Чтобы он не вкусил от дерева познания добра и зла, и чтобы не жил вечно. Как вы думаете, принесло ли нам пользу или зло, если бы мы вкусили от дерева познания добра и зла? Потому что люди хотят жить настолько долго, насколько это возможно. И по всему миру продолжительность жизни увеличивается. Кроме бывшего Советского Союза. Это правда. Она сокращается. В Советском Союзе продолжительность жизни ранее была в среднем 65 лет. Десять лет назад уменьшилась до 58 лет. И они ожидают падения до 53 лет. Там существуют различные причины, я не буду много перечислять, но одна из них система здравоохранения, загрязнения, наркотики, сексуально передаваемые болезни. Но все равно люди хотят жить дольше. А на Западе это целая индустрия. На Западе и по всему миру существуют различные специальные еда и различные добавки. И в любом месте, где вы увидите, что люди живут дольше, чем средняя продолжительность. И исследователи пытаются узнать, что же эти люди делают не так, как все. Например, люди во Франции садятся на ужасные диеты, но все равно живут дольше. И исследователи думают, что это основательно связано с резвератролом. Еще что это? Резвератрол. Что это? Я расскажу. Просто скажи на слово. Резвератрол. Это то, что можно найти в белом вине. Это то, что можно найти в красном вине. И затем есть определенная область во Франции, где люди живут дольше, чем все остальные французы. И поэтому можно найти это вещество, которое можно получить в том районе. И по мере взросления или старения наше тело вырабатывает меньше гормонов или других веществ. И исследователи говорят, если мы будем искусственно принимать эти гормоны, то, возможно, мы будем жить дольше, или, по крайней мере, наше здоровье будет в лучшей форме, пока мы живы. И поэтому в последнее время очень широко известным, популярным становится гормон человеческого роста. Когда вам 30 лет, организм начинает вырабатывать меньше этого гормона человеческого роста. И энергичность вашего тела, вашего организма, и способность самоисцеляться, все постепенно начинает уменьшаться. Поэтому в Америке люди тратят тысячи долларов в месяц, и они принимают эти инъекции гормона человеческого роста. И в этом есть некоторые физические преимущества. Никто еще не сделал очень долговременные, 20-30-летние, 30-летние, долговременные исследования. Но люди хотят жить дольше. На Западе это очень молодежная культура. Культура молодости. Иногда люди говорят мне, Волтер, ты не выглядишь, как будто тебе 59. лет, может быть, 50 лет. И я говорю, о, спасибо. Мне так приятно. И затем я сам себе задаю вопрос, почему себя лучше чувствую? Почему приятно? Это же глупо. Потому что на Западе существует культура молодости. И частично, часть этого. Это презрение мудрости пожилых людей во многих культурах, и в частности, в восточной культуре, где имеют огромнейшее уважение к пожилым людям. и к той мудрости, которую они обладают. Это более библейский взгляд. И когда многие говорят, Волтер, ты выглядишь моложе, чем на самом деле. Я говорю, о, спасибо, спасибо. Это приятно слышать. С моей стороны, может быть, это не так умно. Потому что это может стать отражением неправильных вещей, которые происходят в окружающей культуре. Допустим, представим, кто-то предлагает вам древо жизни. Что бы вы сказали? Есть ли такая версия, американская программа, у вас зона фонарей? Что-то вроде научной фантастики. Но в одной из тех программ говорилось о том, чтобы иметь фонтан, источник жизни и молодости. И я говорю, это все только ведет к одному. Так что, милость Бога, которое отрезало нас от дерева жизни. Потому что, если бы мы жили вечно, это стало бы катастрофой. Допустим, каждый год вашей жизни вы становитесь настолько, на пару миллиметров, ближе подходите к достоинству человеческого существа. И с каждым происходит то же самое. То очень скоро бы общество, оно бы разрушилось, саморазрушилось. Это понятно? Поэтому, милость Бога удерживает нас от того, чтобы мы сами по себе становились все достойнее и достойнее, все лучше и лучше. Конечно, хорошо жить, настолько долго, настолько возможно. Заботиться о своем здоровье. Жить по-библейски. Жить длинной жизнью, счастья и служения Бога. И смерть, ранняя смерть в молодости, все равно рассматривается как проклятие. Но также понимайте, что существует определенное ограничение. И только в вечный мир. Вечный мир. Вот что на самом деле имеет значение. Четвертая глава. Адам познал Еву. Ева начала и родила сына. Она говорит, Я приобрела человека от Господа. Она говорит, Я приобрела от Адонай. Очень интересна еврейская структура. Слово от. Иногда это слово используется как прямое дополнение. Как дополнение. Иногда мы говорим, Я ударил мяч. И мяч является дополнение. Понимаете? Поэтому Я приобрела человека от Господа. Или же можно другими словами перевести, что Я приобрела Господа. Или же Я приобрела человека с помощью Господа. Это понятно? Хорошо. Теперь. Это трудно объяснить это грамматически. Но вполне вероятно, что Ева понимала обетование, которое записано в Бытие 3.15. Чтобы понимать, что семя в конечном итоге станет прямым семенем от Бога. Это нельзя доказать на основании стиха. Но на основании стиха, что мы можем увидеть позже, этот стих можно таким образом рассматривать. Он может быть построен таким образом. И затем еще родила брата его, Авеля. Авель был пастырем овец, а Каин был земледельцем. И они оба приносят приношения Господу. И призрел Господь на приношение Авеля, а не призрел на приношение Каина. Почему Бог не принял приношения от Каина? Некоторые люди говорят, все это из-за того, что Каин принес неверную жертву. Но на самом деле он знал, но он должен был принести кровавую жертву, животное, но этого он не сделал. Это можно рассматривать так, но не обязательно. Потому что позже в Торе мы читаем, что существовали и хлебные приношения. И если мы земледелец, то мы приносим плоды от земли. Поэтому более вероятно то, что проблема была в отношении Каина. И когда приношение Каина не было принято, он разозлился. И Бог спрашивает, чего ты разозлился? Если ты делаешь правильно, то это будет принято. Или же другими, но не злись. Вина твоя. Делай правильно, поступай верно, ты будешь принят, ты будешь счастлив. И так же люди ведут себя в наше время. Иногда они поступают неверно. И когда вы указываете на это, они злятся. Вместо того, чтобы поступить верно, намного легче разозлиться. Вы все это понимаете. Каждую вещь, которую мы можем увидеть в первых главах Бытия, указывает на то, как будет развиваться человеческая природа. И затем говорит Бог, если ты не поступаешь правильно, то грех лежит у дверей. Или же другими словами на иврите, что этот грех, он крадывается к дверям и ожидает наилучшей возможности. Грех включет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Давайте в минуту уделим внимание этой идее. Я думаю, что одна из основных, может быть даже одна, это основная идея, отличие традиционного иудаизма и мессианского иудаизма, которое в Новом Завете. Это взгляд на природу человека. В раббинистической мысли происходит такая тенденция, что человек в наше время рождается таким же, как был создан Адам. без внутренней тенденции, наклонности к греху. А Новый Завет указывает на то, что человек рождается с тенденцией грешить. И этот стих используют раввины, чтобы привести доказательства своим рассуждениям. Почему у человека нету этой внутренней тенденции грешить? Они говорят, вот, грех находится за пределами человека. Он находится у дверей и пытается достать человека. И у человека есть способность противостать греху. Это понятно. И я бы сказал, что это правда. Но это не исключает другую истину. Слово авон на иврите, что означает беззаконие. Тот принцип, что внутри нас что-то надломилось. И не описывает первоначальное совершенство Божье. И иногда христиане из-за учения о первородном грехе отстраняются от ответственности каждого человека. От ответственности, чтобы мы проявляли силу, волю и жили праведной жизнью. Потому что, да, с одной стороны, грех всегда пытается поймать нас. Но мы должны подняться и противостоять ему. И что происходит дальше? Каин убивает своего брата. Это конечное выражение чувства отверженности. Ревность, зависть и соперничество. Посмотрите, как это срабатывает в человеческой жизни. Во-первых, человек сам не поступает правильно. Вместо того, чтобы поступать верно, он ищет кого-то, на кого можно было свалить вину. У кого-то другого есть то, что он хочет. И он думает, что, когда он достанет этого человека, то обретет то, что есть у него. И зависть Каина убила его брата. Я прочитал историю о типичном русском фермере, землядельце. Это история выдумана или создана не американцами, которые обвиняют русских, но рассказано русскими. Два русских землядельца жили друг возле друга. И у одного фермера была корова, которая была здоровой и очень много давала молока. Его соседа не было такой коровы. И вместо того, чтобы работать упорно и купить такую же корову, как у соседа, он пошел и убил корову соседа. У меня нет такой коровы, поэтому ни у кого не будет такой коровы. Это был способ Каина, как поступить. Затем Бог говорит Каину, где твой брат? Я завершу эту историю через три минуты. Откуда я знаю, что я должен смотреть за ним? Затем Бог говорит Кровь твоего брата взывает от земли. И подумайте только, сколько много крови взывает от земли в наше время к Богу. Взывая справедливости. И я бы желал не быть в такой ситуации, когда такое происходит. И ныне проклятый от земли, ты будешь изгнанником и скитальцем. И Каин говорит, наказание мое больше, чем можно понести. И это происходит. Что мы делаем? Мы грешим, делаем один грех. И вместо того, чтобы поступить правильно, мы усложняем первый грех. И добавляем к нему. И это нас ставит еще хуже и хуже ситуацию. И наконец мы говорим, я просто не могу этого вынести. Вот таким образом человек функционирует. Окей, so... Let's see, let me take just two minutes with the rest of this chapter. Or almost the rest of it. I'll just deal with Cain. Cain goes out, he gets married. Cain уходит, он женится. Now, some really stupid critics of the Bible. And некоторые довольно-таки глупые критики Библии. Say, where did Cain get his wife? Ho, ho, ho. Откуда Каин взял свою жену? Well, it doesn't say that there were no... It later says that Adam and Eve had lots of children. Потом, позже, говорится о том, что у Адама и Евы было много детей. У них было 950 лет, в течение которых они могли родить детей. И поэтому, конечно, Cain женился на сестре. И мы поговорим об этом потом. Продолжение следует...